Я думаю, что, знаешь как, я же люблю своих детей, очень сильно люблю, но ты можешь мне показать сейчас эту любовь физически? Вот моя рука, вы видите, а вот эту любовь ты можешь мне показать физически? Она существует? Да, мисс Лена, я говорю, что я люблю, обожаю своих детей, я их люблю. Вот где эта любовь? Вот например, по-грузински, понимаешь? Душа чувствуется в каждом слове, я тебя люблю, вот здесь, я тебя люблю, понимаешь? Русские слова, когда ты говоришь, да? Говоришь, вот русские слова, вот это все, вот это все здесь. В грузинском я могу вложить душу, потому что сама в слове есть вот это, а в русском вот это нет. Я тебя люблю, понимаешь? Вот поэтому я сижу и думаю, а моя самая, если я в музыке не от себя, не что-то вытаскиваю, я не могу, понимаешь? Поэтому в русском языке я ищу вот этого, душу в словах. Где, где вот этот, где вот этот вдох, дыхание, где в этих словах? Я хочу, чтобы это было все очень круто звучилось, понимаешь? Вот поэтому у меня процесс, я до этого сейчас нахожу. И эту песню я не волную, она за смех и по руганям, за тем... Что касается вот этих стилей, там есть разные стили смешанные в моем музыке. Там услышишь и фолк, там можешь услышать мотивы рока, мотивы джаза, понимаешь? Вот там можно услышать все, можно услышать что-то такое, которое еще нет, понимаете, что новое. Поэтому, если честно, если мне кто-то спросит, как называется твой стиль, я даже не могу ответить, потому что там есть, думаю, много что там училась, не знаю, но я слушала очень многих исполнителей с детства. Можно сказать, что в первую очередь я слушала, например, там совсем не рядом этот стиль с моим музыкой, но я слушала очень часто Геа Ханчейни, великолепный грузинский музыкант. Очень часто слушала Ираклия Чартуяне, очень часто слушала меня здесь, сам Минзин, слушала тоже Нино Катабадзе. Не могу сказать, что я что-то там, но это все, конечно, вот эта грузинская, современная грузинская музыка, ну, до меня поколение, да, конечно, хорошо подействовала на меня. Что касается, вообще-то я выросла на дождь, там обожала Моррисон, его стихотворение, его стихи уже, походу, можно сказать, что писатель, поэт, понимаете, вот, очень часто слушала, обожаю Боб Марли, Эмин Марли, вот это, 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 вот это, вот это, ну, вот это регги очень сидит во мне, понимаешь? Вот, ну, не знаю, весь эта история, Рей Чарльз, Би Кинг, люблю, кстати, Джим Рю Клайн, люблю очень электронную, и любила всегда электронную музыку, там, могу послушать иногда Николай Чарль, там, и так далее, много что-то, вот. Поэтому музыка, и грузинская музыка, и, можно сказать, иностранная музыка, я правильно говорю на русском, иностранная музыка? Да. Можно сказать, что повлияло, конечно, на моё вот это видение, на всё, но в своём жизни я всегда, в своей музыке имею в виду, я всегда стараюсь, по крайней мере, чтобы сделать что-то такое, которое ещё не было. Это обязательно для меня. Может быть, есть периоды, когда ты не можешь отбегать от кого-то, от чего-то, вот это всё может быть в ля-я. Когда я маленьким была, когда мне было лет 16-17, вот в то время, конечно, вот это всё было во мне в моменте того, но я потом от всех отошла, 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 и всё время от себя, вот от себя хотела вынести свою музыку, и сейчас в этом процессе, и слава Богу, что всё получается. Но я не знаю, я не знаю, я в себе это говорю, я не знаю, что думают люди, и особенно, если честно, я не завишу от мнений людей. Самое главное для меня, что думаю я, потому что всё равно в моём голове мир будет идти так, как именно я думаю, поэтому я не знаю. Самое важное для нас это понимание, что наше, что не наше, понимаете? Самое главное, что не убивать себя, себя или себя, надоело эти ошибки мои русские. Вот. Самое важное это то, что мы понимали, и чуть-чуть по-другому мыслили, понимаете? То, что нам сразу даёт, мы должны не сразу набрать, потому что кто-то забрал, и ему хорошо, нет. Мы должны подумать, это моё или не моё, это убьёт меня или нет, понимаете? Вот понимание человека. Это и любовь, это и сердце, это и душа, я не любви твоей прошу. Да, у меня нет кумиров, потому что мне не нравится вот это, то, что... Мне не нравится вообще-то фанатизм ни в чём, понимаешь, что-то. Иметь кумира, это обозначает, что быть фанатом кого-то, человека, понимаешь? Мне это совсем не по душу и неправильно просто. Ни в любви, ни в отношениях, ни в ничём вообще, потому что это очень неправильный путь, понимаете? Если честно. А чё ты успевает, ты знаешь, вот как-то так скажешь? Мистикар, да? Не-не-не, существует это всё. Я чувствую, знаешь что? Мой отец умер очень рано, ну мне было одиннадцать. И у него было ещё двое братья, все три братья умерли. Вот в моём семье ещё там много, много такое случилось. Трагические моменты были из детства в моём семье. И они были очень-очень талантливыми людьми, безумно. Им Бог дал всё, понимаешь? Вот и они не смогли с этим воспользоваться. Потому что там, ну там была болезнь, наркотики, которые погубила, погубила их жизнь, понимаешь? Вот. И они не смогли это всё передать. А они были изумительно талантливыми людьми. Ну, например, мой отец был очень-очень талантливым человеком. Он музыку писал, он был рисовать, у него был изумительный вкус, вот. Талант в общении всего, понимаешь? И он был мог бы стать, я не знаю, очень большим творческим натуром. Но он умер, понимаешь? И если это сейчас будет выгубить, так грубко сказано. Ну, если так просто сказать, то, что я реально чувствую, я его чувствую вот здесь. И я чувствую, что не закончу. Мой прадедушка. Это, выходит, дедушка моей бабушкой был очень известным лотбором Грузии. У него такой титул, лотбор Грузии. Песарёк Хунаешвили. Он выделялся очень со своим тембром и с умением импровизации. Вот. И он был очень великим человеком, можно сказать. Я его уважаю, обожаю. Вот грузинское многоголосовье, понимаете, да? Швидкаца. Вот так назывался. Акетис Швидкаца. Он, как я знаю, конечно, и что я читаю о нём, он был очень интересным человеком. У него был баритон очень-очень крутой. И вот его, и вот это исполнение, ими исполнённую музыку нашли в Париже. Недавно в каком-то старом библиотеке. И прислали вот эти диски, где они поют. Это очень-очень круто. Это история, можно сказать, фольклора, история Грузии. Вот. И я реально очень горжусь, что Бессальон Кукунашвили был мой прадед. Выходит так, если сказать, моей бабушкой и дедушкой. Танец грузинский. Вместе со мной часто выступают Джордиан Дэнс Эгрисы. Самое важное для меня и за то, из-за чего я заинтересовалась, это был тот момент, что они могут это всё очень современно преподнести. В моём музыке что есть? Там есть абсолютно в современном стиле я говорю, можно сказать, абсолютно о старом, понимаете? Или наоборот, абсолютно современно говорю современные слова и дам старой музыке. Я это всё совмешаю, понимаете? И для меня было очень интересно попробовать вот эту музыку, в которой есть и фолк, и джаз, и рок, не знаю, и что-то ещё, у которого имени нет, и что-то... Я не знаю, совмешать это всего с грузинскими танцами, потому что я думаю, что грузинские танцы – это важнейший момент даже в Грузии, потому что в этом передаётся весь характер, весь жизнь. Я не волнуюсь. Я просто в себе иногда чувствую что-то необычное перед выходом на сцене. Я чувствую весь какой-то абсолютно большой драйв внутри себя, но никогда не волнуюсь. Вот этот страх у меня нет. Потому что страх неприемлемый для меня, понимаешь? Потому что я чувствую, что если я ухрущу себе страх, я не могу передать потом то, что я хочу им сказать, понимаешь? Сейчас потихоньку впустим в себя люфт! Поэтому, видимо, мой мозг что-то так комфортно себе устроило. У меня есть большой драйв внутри себя. Я могу, не знаю, порвать всё. Я не знаю, я там хожу, мне всё интересно до выхода на сцену. Вот. Ещё у меня такой момент, что за два дня я не ем. Вообще, я пью только воды. Если это большой концерт, если это на своих сонных концертах, я два-три часа пою. Ду-три часа идёт концерт. Поэтому чисто... Вот. Если такой концерт, я два дня не пью, не пью только воды и не кушаю. Вот. И, видимо, это тоже энергия там, как-то что-то вырабатывает. Вот. Но страх нет. И никогда и не было. Поэтому я освобождена от таких моментов. Для меня не главное какие-то связи. Нет. Мне не нужны какие-то дерзкие продюсеры. Не нужны. Я не завышу меня от кого. Потому что воля моя принадлежит Богу. Сила большая для этого не существует. Это всё медленно происходит. Но от этого никто не уйдёт. Значит, у меня очень... Семя очень поддерживает. Например, мой муж очень любит моё творчество. И конкретно из-за того, что он уважает моё творчество, всегда, всегда степ-бай-степ он всегда поддерживает меня. Есть моя семья. Понимаешь? Это главнейший момент для меня. Потому что я сама человек всё равно, знаешь, не угадаешь. Знаешь, очень... Я когда чувствую вот будто ничего, но когда я чувствую для других это как будет именно уже в отношениях, это непросто. Я не могу ничего там долгое время планировать. Не могу там много что-то. Но много что-то я могу. Понимаешь? Поэтому мы всё совмешаем. А остальное там известное и так далее. В Грузии тоже так было. И 17-18 лет я начала эти можно сказать, что в Грузии можно сказать, что известная певица. Певица это слово тоже ненавижу. Музыканты. Да. Очень много количества людей слушают мою музыку из детства. Вот. Но я там ничего не жертвовала от себя. Понимаешь? У меня там свой путь. Я даже не считаюсь там в шоу-бизнесе, Меги. Нет, Меги не в шоу-бизнесе. Она ну отдельно не путь. Потому что я не в шоу-бизнесе. Я не и я не хочу быть в нём. Я не могу уже с тобой. Понимаешь? И что ты, молодой участвовал нам делать, чтобы стать известным? Мне так хочется им сказать, что я чувствую в них то желание, что либо стать известным. Понимаешь? Либо просто вот а а как это сделать? Например, это уже есть свой путь. Нельзя по-всякому стать известным. Да? если я сейчас начну плохие слова говорить, 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 и из этого может быть миллиарды люди увыжут меня. Но я не хочу такую известность. Понимаешь? Мне не хочется. Мне, например, не хочется, если моя музыка будет попсой, пусть не услышит меня. Потому что это не мое. Так отношусь к этому, что ничего в этом мире не существует больше и круче и громче, чем вот эта твоя внутренняя чистота и душа. Понимаешь? Я сейчас не говорю, что я, у меня крылья сейчас и я не внеец. Абсолютно бично грешный человек и абсолютно в многих вопросах неправильно, может быть, поступаю, но вот это важно для меня. Я гордая, понимаешь? молодежь. Поэтому я думаю, советую молодежь, что пусть они будут делать именно то, что есть в них. Пусть они что-то новое покажут этого мира и придет все, что должен прийти. Но если человек ставит себе в голове изначально, что я хочу быть известным, очень редко, что его творчество было настоящим. Потому что этот человек, который очень сильно хочет быть известным, он может очень много что-то сделать для этого. А если ты что-то делаешь для этого, где твоя музыка? Уже потеряется, нет смысла, понимаешь? На втором плане. А когда обстоятельства для тебя делает все, вот это уже другое дело. А вот эта известность, неизвестность уже где-то там, вдали, то все уже правильно идет. Я не знаю, может быть, я часто себе задаю вопрос, может быть, я просто черешу какая-то вот такая с тонкостями, очень тонкостями к себе, вот это все чувствую, все перевариваю. Может быть, я и неправильно все говорю. Я не могу быть демагогом и говорить, что я все правильно говорю. Может быть, я абсолютно неправильно что-то говорю, я не знаю, но моя правда это всегда будет моим правдом, и я всегда буду так поступать, как я думаю, чувствовать так, как я думаю, потому что, как я думаю и какой мир внутри меня, все, я так вижу этого мира. Поэтому я по-другому просто не могу говорить. Может быть, я ошибаюсь, но это чисто мое мнение. А мне снилась такой красивый сон, я будь не могла говорить, я будь не могла думать, я не была я, я не была я. Ах! Ты почувствовала, что это уже был лишний вопрос, да? Слово популярность уже, после того, что я говорила, уже почувствовала, что я что-то не так задавала, почувствовала. Задай еще раз вопрос. Как ты меняешься и как меняется твоя музыка с ростом популярности? Знаешь, я просто, человек просто меняется из-за того, что просто годы идут, мне 31. Знаешь, когда мне было 25, я была чуть-чуть другим. Сейчас я чуть-чуть другая. Когда мне было 20, вообще другая. Понимаешь, жизнь меняется и какие-то просто воспринятия, какие-то там моменты меняются с самосаботой. Да. Но вот то, что меняется в тебе, когда прибавляется популярность, это такой попсовый вопрос для меня, такой ранимый. Знаешь, попсовый вопрос. Если популярность во мне что-то должно было менять, это уже произошло бы еще раньше, потому что в Грузии я это прошла. Ну, я знаю, что здесь масштабы и так далее. меня лучше слово популярность, популярность. Понимаешь, тоже попсовое слово. Понимаешь, не воспринимаю. Поэтому как человек я меняюсь. Не то, что вот что-то, что-то есть, которая, как и 5 лет была, 15, 25, 30, что-то не меняется. Что-то смотрит на тебя такое. Смотрит и не меняется. А остальные моменты, я не знаю, как у обычных людей, что-то много, что-то взгляд меняется, не расстаешься в своей музыке, ищешь еще много в себе. Что-то происходит с тобой. Это просто жизнь не процесс. Это как и во мне, и как и должно быть, я думаю, в каждом человеке. Если что-то не меняется внутри себя, если человек не ищет в себе что-то, что-то новое, и ты понимаешь, что ничего нового, ты не найдешь. Просто тебе надо в себе разобраться, и то, что в тебе есть, это все вынести. Понимаешь? Это просто процесс. Мне очень трудно, потому что они очень умные, знаешь, они даже иногда более умные, чем я. так они могут меня туда-сюда. Иногда я вижу себя в своих детей, да, иногда я это вижу, потому что есть моменты, когда я это чувствую, и это очень хочешь, не хочешь, приятно, знаешь, но я вижу в них еще что-то другое, их. я не заставляю не ломаю, понимаешь, заставляю им, например, делать то, что я именно так думаю, понимаешь, или то, что мне нравится, я не хочу, чтобы от меня не зависли, от моих, от моего вкуса, от моего миропонимания, от моего всего, потому что у них очень много что-то, понимаешь, вот. Седония, старшая девочка, рисует очень круто, уже видно, что она, потому что дедушка моего мужа, Хасанина еще, очень известный художник Грузии, понимаешь, видимо, вот этот генетический глиня, вот, рисует она по-своему, поэтому я не ломаю, я не хочу даже его сейчас привести к учителям, чтобы его начали как-то. Поэтому я даю им полную свободу, только в том, что они зависли от своих мыслей, но они еще маленькие, старше 6 годиков, младше 4 годика. У меня только строгость включается тогда, когда они, ну, дети все-таки, не соблюдают культуру общения с взрослыми, когда они могут поступить морально неправильно, не уступить место старшего, понимаешь, не, там какие-то слова, некрасивые слова сказать старшего человека, понимаешь, когда очень многие такие культурные моменты, которые, я в этом очень строго, они это знают, на что будет у меня реакция, они могут перевернуть весь дом, играть, поломать там все, у меня не будет реакции, просто некрасиво поговорят со старшими, я могу их, не знаю, очень строго наказать, понимаешь, они понимают и чувствуют, вот этот момент всегда чувствуют, потому что я не хочу, что они были, что они выросли, знаешь, какими, чтобы они не были узурделями, как это будет по-русски, я не знаю, узурдели, как это, когда не знают, как, как, как обращаться там людьми, когда нахамывают, когда вот говорят некрасиво, вот это все не хочу, понимаешь, вот это, чтобы так случилось, короче, люди не поймут, что я сейчас скажу, вот так, ответить надо, ты чувствуешь, невозможно, потому что это не возможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok